Итак, сегодня стартовал основной период ЕГЭ. Нужно сдать обязательные экзамены по русскому и математику, а также два предмета по выбору. Это физика, химия, биология, литература, география, история, общество знания, иностранные языки и информатика. И с нами на связи глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Сергей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну вот сегодня стартовал уже основной этап. Расскажите, в чем новшество этого года? Принципиальных изменений в проведении ЕГЭ в содержании экзамена в этом году нет. Для нас важна стабильность, для нас важно, чтобы школьники понимали заранее все правила проведения экзамена. У нас нет тестовой части по всем предметам, за исключением иностранного языка. Да, у нас есть умственная часть по языкам английскому, французскому, немецкому, испанскому. Поэтому нужно, как я уже говорил, спокойно готовиться к экзаменам, рассчитывать на свои знания. Все пункты проведения экзамена проверены. Сегодня первый экзамен по географии и информатике. Никаких утечек экзаменационных заданий в сеть нет. Экзамен проходит спокойно. Расскажите, как следят за тем, чтобы не было каких-то махинаций, не было шпаргалок и так далее? В определенной есть системы контроля видеонаблюдения. У нас 93% аудитории охвачены онлайн-видеонаблюдением. И каждый может стать онлайн-наблюдателем, пройдя соответствующую подготовку и подтвердив соответствующий уровень. Это позволяет сделать экзамен максимально открытым, прозрачным. И после экзамена, если какие-то вопросы возникают, можно обратиться к записям видеонаблюдения, убедиться в том, что экзамен проходил нормально. Или если были какие-то моменты, на это обратить внимание. Также участвуют в экзамене общественные наблюдатели, которые смотрят за порядком в ходе проведения экзамена. Организаторы, руководители пунктов, медицинские работники, то есть все службы, которые обеспечивают нормальное проведение экзамена. И я хочу сразу еще раз напомнить, телефон горячей линии Рособорнадзора. По вопросам организации проведения ЕГЭ можно на него звонить, если какие-то вопросы еще остались или возникнут. 8, 495, 984, 89, 19. 8, 495, 984, 89, 19. Ну вот в этом году обязательные предметы, естественно, это русский математика. Также нужно выбрать еще два предмета. Вот что чаще всего выбирают выпускники? Традиционно выпускники выбирают чаще общество знаний, потому что большинство вузов страны принимает этот экзамен, кроме русского языка и математики. Но в последнее время у нас есть тенденция по увеличению экзаменов естественно-научного цикла. Стали больше выбирать физику, химию, биологию. Какая судьба ждет тех, кто заваливает один из предметов или удаляется с экзамена за нарушение? Я надеюсь, что таких выпускников будет небольшое количество с каждым годом, их все меньше и меньше, потому что ведется большая содержательная работа по результатам экзамена, методическая работа. Но если кто-то воспользовался мобильным телефоном и шпаргалкой, то аннулирование экзамена, я еще раз обращаюсь ко всем выпускникам, нужно ориентироваться только на свои знания. Так же, как и в прошлом году, возможность пересдачи остается русского языка и математики, как в этом году, в резервные дни, так и в сентябре. Ну и вот еще расскажите подробнее об обеспечении качества проверки результатов экзаменов. Как за этим вы следите, ваша организация, как за этим будет следить? Как я уже сказал, у нас нет тестовой части, поэтому в основном задания оценивают творческие способности школьников. Это письменные задания. В каждом регионе есть соответствующая предметная комиссия. Это лучшие учителя, лучшие методисты, которые деперсонифицированно проверяют задания каждого школьника, выставляют результаты. И с этими результатами после завершения экзамена школьник может ознакомиться в личном кабинете, увидеть свою работу, как ее оценивали, как проверяли и убедиться в том, что все прошло корректно. Спасибо большое. Мы беседовали с главой Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым.